Привет, братцы! Сегодняшний топ на Кино Огонь. Хотелось бы начать выдержкой из книги «100 тысяч невероятно скучных фактов про Кино Огонь». Очень интересная книга, почитайте, жалко, что вымышленная. Так вот, 14 июля исполняется 5 лет второму видео по просмотрам на канале Топу самых узнаваемых саундтреков. И не то, чтобы это было не стыдное видео, и вы могли его посмотреть без кринжа, но всё-таки подборка там была здоровская, за одним исключением. Каким-то образом там не было ни одной анимации. Мы вдруг осознали это, решили всё исправить и составить топ узнаваемых саундтреков из мультфильмов, а потом поняли, что узнаваемые и крутые темы в анимации пишут преимущественно для мультсериала. И вот этот невероятный, совершенно случайно подобранный факт из этой невероятной вымышленной книги приводит нас к той точке сюжета, в которой я говорю вам. Меня зовут Пётр, и это топ-10 культовых саундтреков мультсериалов. Поехали! Перед началом немножко уточнений и ограничений, чтобы мы потом в комментариях не устроили мордобой. Мы впервые в истории наших музыкальных топов смешиваем песни, и композиторские саундтреки обычно так не делаем. Сегодня исключение. Не ждите полнометражные мультфильмы и те саундтреки, что были написаны под другой фильм, вроде «Розовой пантеры» или «Охотников за привидениями». В списке будут только англоязычные проекты, потому что по отечественным впору составлять отдельный список, а по аниме мы бы просто были некомпетентные. Ну и мы, конечно, старались в объективность, но тем не менее с ней будут проблемы, потому что перекос в сторону тех мультсериалов, что шли по телеку в нулевые, когда я рос, я ничем перебить не могу, просто из-за возраста и детских ощущений. Но может это и хорошо? Сколько можно этой объективности, в конце концов? Эти ваши от худшего к лучшему, эти ваши топы по от худшего к лучшему? К чертовой матери, даешь субъектив, врачу, что хочу в комментариях, анафема и сожжение. Погнали. Десятое место начинает сегодняшний парад ностальгии «Футурама». Как-то так вышло, что в детстве я никогда не фанател от «Футурамы», даже переключал канал с ней, но сейчас, составляя этот список, осознал, что идеально помню ее заглавную тему. И следующая мысль, которая пришла в мою голову, это линии величия. Во-первых, тема чертовски цепляющаяся для саундтрека, то есть тут нет слов, но мотив запоминается даже без них. Во-вторых, благодаря аранжировке мелодия отлично заявляет сеттинг, будущее, фантастика, технологии. Все это здесь сразу чувствуется, а это то, чего вы хотите от заставки сериала. Композитор Кристофер Тинг для этой темы вдохновился работой Пьера Анри, одного из дедушек конкретной музыки, то есть созданной с помощью бытовых звуков. Его сайк-рок вообще прямой референс. И много правильных источников для вдохновения, понимания проекта, и вуаля, получаем одну из культовейших открывающих темп для мультсериала. Девятое место и... Девятое место и... Девятое место и... Там есть и программирование, и дизайн, и маркетинг, и множество других крутых направлений. Но чтобы пофиксить этого парня, нужно поплотнее наличь на геймдев. Вообще, с курсами скиллбокса можно было бы и свою крутую инди-игру забацать. Тут рассказывают про полный цикл производства от идеи до издания. А приходится... Править ошибки за другими. Для доступа к курсу не нужно ничего оплачивать. Не сейчас, не потом. Только если захочу взять большую полноценную программу. А пока просто заполняю заявку и жду письма с приглашением. Кстати, вы тоже можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Наверняка какой-то из курсов поможет и в воплощении вашей мечты, и не придется страдать на нелюбимой работе. Ну, или сможете понять, действительно ли стоит все так радикально менять. О, все, пришло. Приступим. Фух, все. Теперь я знаю, что-то к чему. Нужно просто сделать так... И все заработает. Вот это я понимаю. Образование для реальной жизни. Здесь самый свежий саундтрек топа, перед которым не устояла даже моя старческая душонка Gravity Falls. Что важно понимать? Когда мы говорим, что это самый новый сериал в списке, это значит, что и времени на завоевание сердец у него было меньше всего. И в отличие от других шедевров последних десяти лет, Gravity Falls это удалось с полна тема. Идеально сочетает в себе и узнаваемый мотив, и уникальную аранжировку, и справляется с заявкой настроения. И главное, чертовски отлично качает. Перевес перед другими проектами десятых виден хотя бы по цифрам прослушиваний на ютубе и в других сервисах, да и на мой субъективный вкус, ребят, которые будут в упоминаниях, уступают. Но вот, чтобы претендовать на первые места, Gravity Falls нужно пережить еще годиков 10-20. Ну, чтобы сохраниться в памяти хотя бы пары поколений зрителей. Восьмому месту на помощь сегодня приходит Чип и Дейл. Невероятно залипающая на языке и очень стильная тема. Один из главных мультфильмов нашего детства, не ручаясь за другие десятилетия, но в нулевых он точно был на отличном счету, хотя на западе вышел еще в конце 80-х. И вот вы сейчас слышали, да, атмосфера как раз того времени в нем абсолютно неудержимая. По аранжировке, по голосу, это такие концентрированные конец 80-х, начало 90-х, что сводит олдскулы даже у неживших в то время людей, например, у меня. Ну, а какой инцепшн прием проводит с именами героев и вашей головой вообще запрещенный прием? Слишком круто работает? Но вы спросите, а почему же тогда только восьмое место? И тут все просто. Штука в том, что Марк Мюллер, автор этого хита, на самом деле повторялся. За год до того он написал еще более легендарную тему, до которой мы еще дойдем дальше. И у той, в принципе, большинство характеристик были точно такие же, как и у Чипа Дейла, только та была раньше. Чип-чип-чип-чипы и Дейл вам спешат. Чип-чип-чип-чипы и Дейл лучше всех. Там, где они, всегда успех. Семерка, и начинаем переходить к совсем уж неприлично культовым вещам. Тут за главной темой Скуби-Ду. Первый сезон мультсериала вышел еще в 1969 году. И песни, как и сам проект, яркие представители своего времени. Расцвет хиппи, или, как бы сказал Рик Далтон... Поздние альбомы битлов, с которыми у песни как минимум общее звучание, и помимо невероятной запоминаемости, тема Скуби-Ду еще и дарит невероятные вайбы эпохи. К сожалению, до высоких мест добраться песне помешало то, что со временем создатели ее заменили. И новые варианты, хотя и похожи мотивом, и тоже довольно узнаваемые. Но все-таки, увы, из-за такого хода создателей следующие поколения не будут относиться к этому треку, как к абсолютному канону. Шестое место, и сюда приземляем легендарный кач из Черепашек-ниндзя. История создания этой культовой песни сама по себе невероятна. Чак Лори, автор теории Большого Взрыва и Двух с Половиной Людей, короче, гений ТВ-комедии, в начале карьеры одинаково увлекался и написанием текстов, и написанием музыки. По собственному признанию, он ходил и умолял продюсеров дать ему шанс написать какой-нибудь саундтрек. Ему не доверяли, но вдруг создатели Черепашек-ниндзя оказались в сложной ситуации. Что-то не срослось с другими музыкантами, и Лори, видимо, как раз в этот момент проходил мимо, и ему сказали. Нин-Лан, ты что-то тут ходил, просил, попробуй себя, у тебя есть 48 часов и 2000 долларов на запись. Удачи. И ядрёна-кочерыжка. Удача реально пришла к нему. Музыка отлично звучит и отдельно от сериала. Качает, цепляется на подкорку, а к самому проекту служит великолепным. Интро сразу задаёт нужный тон и сообщает, о ком всё это будет. Саундтреками у Лори дальше не пошло. Он сосредоточился на сценариях, но можно не переживать. Одна эта тема ушла в историю, утянув его за собой. С течением времени, правда, в перезапусках сериала интро менялось, но в версии десятых годов оригинальный припев стал опорной точкой для новой песни, а у этой версии больше 40 миллионов просмотров на ютубе. Синецкий дитя Туртл, Синецкий дитя Туртл, Синецкий дитя Туртл, Короче, может быть, сама песня уже не так актуальна для новых поколений, но её дело живёт, и её мотив до сих пор супер узнаваем. Пятое место, и здесь первый в топе делёж. Сразу три проекта, которые объединяются общей тематикой. Они про супергероев. Это Человек-паук 60-х. Спайдер-мен, спайдер-мен, does whatever a spider can. Человек-паук 90-х. И, конечно, радиоактивные люди. Пойдём по порядку. Паук 60-х может быть не так известен в России, но его популярность поддерживает мемность, а также то, что он остался в истории как канон в США, а потому на него отсылается более-менее каждая лайф-экшн экранизация. Спайдер-мен, спайдер-мен, does whatever a spider can. И очень трудно после всего этого не считать его культовым. В то же время Паук 90-х куда более кочёвый и уникальный трек, хотя они оба на самом деле яркие представители своего времени и не более, но то, как тут шарашат гитары, это нечто. Впрочем, если вы знаете, кто записывал этот трек, то ничего удивительного, потому что в его записи принимал участие Джо Перри, солист Аэра Смита, и вот сейчас тогда как-то уровень легендарности с роста хоп подскочил. А ещё это, вероятно, лучшая экранизация Человека-паука на телевидении, так что ассоциации для этого топа самые подходящие. Ну и ещё один невероятный кач из 90-х, на самом деле в чём-то похожий с Человеком-пауком, это, конечно, тема иксов. Просто великая мелодия, но забавный факт, что на создателей сериала в 2019 году подали в суд за плагиат, венгерский композитор был уверен, что мотив спёрли из его сериала «Линда» про полицейскую, вышедшего на несколько лет раньше. И, честно говоря, действительно довольно похоже. Правда, есть один нюанс. Пятое место топа культовых саундтреков из сериалов отнять уже не получится. Четвёртое место, и тут возвращаемся к заложенному чуть раньше чеховскому ружью «Утиные истории». Мчится время, всё вперёд, час, миг, век, год. Просто потому что, как и в Чип и Дейли, того же композитора после «Утки» не добавить «У-у-у» абсолютно невозможно. Настолько глубоко эта музыка забирается в мозг, и не начать раскачиваться под этот легендарный мотив тоже абсолютно невозможно. «Утки-у-у» возникают примитения «Утки-у-у» Это, кстати, было совершенно не случайно, потому что студия намеренно просила создать трек, который был бы не привычной ТВ-открывашкой, а полноценной попсовой песней, которую люди могли бы захотеть послушать хоть по радио. А еще интересно, что композитор Марк Мюллер накидал этот трек за 45 минут, и это сделало его карьеру невероятно цепляющий мотив. Действительно шикарное поп-звучание 80-х, и в одиночку бы втащили эту музыку в топ, но в отличие от какого-нибудь Scooby-Doo, утиные истории вдобавок еще и пережили перезапуск. Версия десятых мало того, что получилась неожиданно успешной, так еще и сохранила старый трек, только обновив его звучание. И это идеальный подход, и ностальгия, и хайп в одном флаконе. 18 миллионов просмотров у новой версии на ютубе как доказательство. Утки, каждый день другого, ярче утки. Ну а еще здесь же довеском упомянем про другую гениальную песню из спин-оффа утиных историй мультсериала «Черный плащ». Ее написал уже не Мюллер, но она все равно замечательная. Черный плащ, только свистнет он, появится. Черный плащ, ну-ка, от винта. И, кстати, вот вы сейчас послушали, заметьте, все эти песни известны в России в переводе, иногда даже в нескольких, и это еще одно доказательство их гениальности. При локализации на другой язык они совершенно не теряли своего шарма. Это дорогого стоит. Призовая тройка и открывает ее настоящая классика. Тема из Симпсонов. Парадокс. С одной стороны, это не песня, и потому она не может въесться словами, с другой, она въедается, что капец. Наверняка значимую роль в этом играет мощь самого проекта. Десятилетие на экране. Сотни эпизодов, хочешь не хочешь, музыка прикипит. Особо пристрастные люди смогут вам даже по кусочку трека сказать, что происходит в этот момент на экране. И все это на самом деле совершенно не случайно, потому что такие фокусы с музыкой случаются, когда ее делают настоящие гении. Например, как здесь Дэни Эльфман. Один из лучших композиторов последних десятилетий на тот момент только разогревался. Уже поработал с Тимом Бертоном над Битл Джусом, но как раз в один год с Симпсонами выходил Бэтмен, окончательно сделавший легендарным и его самого, и их тандем с режиссером. Тут же мгновение гениальности испытал шоураннер мультсериала. Он позвал Эльфмана, чья работа ему нравилась, и тот сходу просек фишку. Итоговый саундтрек был написан за три дня, и несмотря на олдскульное звучание, предложенное композитором до сих пор супер актуален и до сих пор супер узнаваем. Сам Эльфман сказал, что вообще, вероятно, это самый популярный трек всей его карьеры. Это, на секундочку, показатель величины. А у нас уже серебро, и тут место для дедушек киноиндустрии. Причем, скорее, не саундтреков какого-то конкретного сериала, а джинглов, опоясывающих несколько историй в одной мульт-вселенной. И вроде как у нас, знаете, есть карусель-карусель, а там, вы сейчас все поймете по ходу, есть Луни Тюнс. Кстати, только что вы попались на эффект Манделлы, как и я, когда готовил этот топ, и да, это переозвучка, потому что я заметил это только на монтаже. На самом деле, мелодия, которую вы слышали, открывала сериал Мэри Мелодис, в то время как у Луни Тюнс была очень похожая, но все же другая заставка. Вопрос только в том, возможно ли отличить два этих сериала, потому что они были абсолютными побратимами, выходившими в одно время от одной студии. И тема Мэри Мелодис появилась в 1935 году, за два года до темы Луни Тюнс. Изначально это была песня Эдди Кантера, и звучала композиция совсем не так бодро, как мы привыкли. Что формально немножко нарушает заявленные нами же правила, но... В других проектах она не использовалась, а уже буквально в год появление песни встала на заставку мультсериала и больше никогда ни с чем не ассоциировалась, став одной из самых узнаваемых тем в истории. За годы у мелодии было больше десятка вариаций, но во всех подфраншизах и во всех звучаниях, даже самых странных, эта открывашка узнается абсолютно неотвратимо. И это безусловное достижение прожить в памяти людей больше восьми десятилетий. Ну а еще вторым саундтреком сюда же на это место заходит открывающая тема из мультфильмов MGM, которую вы, наверное, знаете, скорее всего, во всяком случае, я ее так помню, как интро из Тома и Джерри. Тут немного сложная ситуация. Формально это не саундтрек самого мультсериала. Эта музыка звучит на открывающих титрах классических эпизодов, но она же открывает другие мультики тех лет, Друппи. Или Барни. Но найти вторую композицию, чье звучание настолько нераздельно связано с анимацией, сразу поднимает целые пласты воспоминаний и узнается также сходу, можно разве что только на этом же месте. Классическое интро MGM появилось в Томе и Джерри не сразу, а через пару лет после запуска проекта, и написал его композитор Скотт Брэдли. Он работал не на проекте, а на студии и писал музыку ко всей анимации Метро Голдвин Майер, поэтому ничего удивительного в том, что именно он и создал главную мелодию, объединяющую все проекты. Правда, увы, студия была сокращена в 58-м вместе с ним, и позже Том и Джерри обзавелись новыми темами, ни одна из которых не была настолько же узнаваемой и мощной. А это до сих пор на коне и служит очень приятным маркером тех самых классических эпизодов. И перед первым местом много, реально много упоминаний, нам было больно, мы страдали, плакали и вырезали, потому что мест на всех не хватало, а шикарных тем было очень много. И да, вы скажете, ну как бы вы же сами их субъективно и вырезали. Да, сами субъективно вырезали, сами субъективно плакали. Котопёк, котопёк, единственный в мире малыш котопёк. КОНЕЦ! 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 И победитель сегодняшнего топа Самая культовая, по нашему мнению, открывающая тема мультсериала в истории Самые памятливые и внимательные из вас уже наверняка догадались, кто проживает на первом месте У Спанчбоба было одно действительно читерское преимущество перед всеми остальными конкурентами За счет сеттинга и настроения они могли создать абсолютно уникальную И ни на что не похожую песню В качестве референсов они взяли песни британских моряков, так называемые шанти и гавайские мотивы И это даже звучит несравнимо с предыдущими местами Если гавайские мотивы нашли свое применение в основном саундтреке, например, не менее культовой, чем открывающей, закрывающей теме То пиратская песня из начала, конечно, дань уважения морякам В качестве конкретного референса авторы Марк Харрисон и Блейз Смит взяли шанти середины 19 века Только в качали ей стероидов и динамики, а также миметичности, хотели они того или нет Озвучивает пирата один человек, губы предоставляет другой создатель шоу Стивен Хилленберг А на выходе получается и один из самых узнаваемых кадров в истории мультсериалов Да и чего уж там, просто картинка со звуком Тема Боба собрала в себе все лучшее с предыдущих мест Она и уникальна под свой сеттинг. И заедает так, что не ответить на... ТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООะ!!! Или... Вы готовы, дети?! Невозможно. И просто как музыка это звучит круто. И по цифрам прослушиваний видно, что песня до сих пор пользуется большой популярностью. Заслуженнейшая победа, по субъективному мнению вот этого человека. Если что, я даже не был никогда особо сильным фанатом Спанч Боба. Но сегодня проживает на первом месте. Таким получилось сегодняшнее видео, напишите, рады ли вы, что мы в каком-то смысле вернулись к своим корням сурово субъективный музыкальный топ, за который нам еще предстоит выгребать в комментариях. Кстати, напишите, кого мы забыли, потому что мы наверняка кого-то забыли, это так-то так, к сожалению, происходит. Надеюсь, вам все равно понравилось, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на соцсети, сори, понял, отхожу. Ну и вот всякие всплывающие видео вышли, можете тоже смотреть другие видео на канале, у нас еще много интересных топов, и скоро будут новые, а может быть и не топы, вообще видео будет много, я надеюсь, когда-нибудь. А пока, пока, длинноватые отводки стали в последнее время.